Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Козы. Ну что, как обещала, как и обещала, Коломойский, интересный мужчина. Жулик, он, конечно, знатный, но я вам хочу сказать, я из тех людей, которые помнят добро. Поэтому, несмотря на все, отношусь к нему, ну, лично, с некой долей симпатии. Хотя, понимаю, кто есть кто. Но не всегда жулики вызывают у нас негатив, не всегда. Бывают такие, знаете, милые, милые финансовые жулики. Ну, ладно. Так, Коломойский. У Коломойского проблемы. Изначально, давайте поставим точки над «и». В прошлом нашем раскладе, когда перед этим к нему СБУ приходила в гости, разувалась и, значит, пили вместе кофе. И мой расклад о том, что, а да, с деньгами никаких проблем дальше не будет, и ситуация замнется. Отыгрался на 100%, прямо на 150%. Все так и случилось. Ну, про деньги я не знаю, мне же никто не отчитался. Но, однозначно, однозначно же не просто за чашку кофе он решил свои проблемы. В этот раз, судя по всему, ситуация не будет столь радостно, немножечко жестче. Потому что я уже предварительно кинула на первые же новости на него. И тут уже у нас и Король мечей выпадает. Король мечей, это, знаете, тут уже как бы настроен более серьезно, так сказать, да, вот этот государственный орган. Что-то от него больше хотят, возможно, да, или ставки растут, или, может, нашла коса на камень. То тут уже, видите, тут уже дело не только в деньгах, тут уже Король мечей. А это говорит о том, что ждут Коломойского больше неприятностей, чем раньше. Такие дела. Ну, давайте посмотрим. Значит, пишут, Коломойский в суде броня за побежного захода. Вот так вот. Ну, давайте. Игорь Коломойский, Игорь. Свою право ново узнаете? Еще раз. Свою право ново узнаете? Я даже не знаю, чем я знаю. Ну, мы же с вами отримали подозру. Познайомилися? Нет, я уже на бракодровку. Ну, мы же вам ее вручили. Вы стремили ознайомиться с тем, что вам инквинуют? По тому подозрюют? Очень бегло. Очень бегло. Ознайомился, значит, с тем, в чем его обвиняют. Ну, окей. Так, Коломойский. Ну, что? Что там у тебя, Игорь? Такие интересные. Коломойский интересный человек. Что там у тебя происходит, Игорь? Луна у него происходит. Я же говорю, дела не очень. Видите, в этот раз все не так просто. Тогда он смог откупиться старыми путями. А сейчас, видите, луна. То есть, есть какие-то факторы, которых он даже не видит. То есть, это глубже дальше, чем он может достать. В этот раз серьезные дела. Видите, по десятке кубков. То есть, это касается вообще, как бы, вот, на общеукраинском каком-то уровне у него эти вот неприятности. Знаете, такое ощущение, что в этот раз, если ты уж и отдашь, то отдашь все. Давит еще и мир. Еще и мир воздействует как-то и чего-то хочет. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, тут не только вопросы внутренние. Так, ладно. Что-то в этот раз ему постремнее. Так. Коломойский. Сейчас поглядим. Чемало злочинных оборудок, имоверно. Оп. Мне надо глазки. Ну, проходит лечер. Сейчас глазки. Мне надо его. Приват-банк. Ага. Ну, давайте. Так. Коломойский. Что же его ждет? Коломойский. Что же тебя ждет-то, Игорь Коломойский? Ну, вы видите, что говорю. Тройка мечей, потому что отмага. Тут у него удары идут не того уровня, с которыми он привык иметь дело. Меняется ситуация. Колесница. Видите? Закрутилась. Закрутилась. Ну что, обращается он каким-то тайным за поддержкой. Обращается за каким-то тайным... За поддержкой к каким-то тайным королям Пентакли. Видите? За поддержкой. И королеве тоже, кстати. Каким-то, видите, каким-то... По тайне пожриться каким-то тайным людям. Он сейчас у них просит поддержку. Потому что... И сам не справляется. То есть, понимаете, какой-то такой уровень, где он уже... Не. Нужны другие люди. Ну, дают ему надежду. Говорят, ну да, мы тебя поддержим. Да, обещают ему. Давай так. Ему дают обещание, да, что мы тебя поддержим. Ну, поддержат ли вы, понимаете? Обещание обещаниями. Смотрите. Пока мы видим его в каком-то сопротивлении. Вот здесь, видите, как вот... Пока он в четверке мечей. Ага. Ничего они не могут ему помочь. Обещать обещают, а помочь ничего не... Вот видите, что говорю. Обещать обещают, а иллюзии. Вот в этот раз серьезные дела. Вот в этот раз дело пахнет керосином. Видите? Иллюзии, обман. Ай, те люди, на которых он рассчитывает, тайные, в этот раз бессильные. А еще и его опрокинут, похоже. А сам он уже в этом, на том уровне не может влиять. Вот такая ситуация. Игорь Коломойский. Игорь Коломойский, что ж тебя ждет? Игорь Коломойский, говорит, что ж тебя ждет на суде. Смотрите, на суде у нас, видите, все-таки, видимо, ему... Видите, вот, 9 жезлов. То есть на него будет атака, ему придется себя защищать. Видимо, будет назначена большая... Як-то, застава, да? Видимо, будет большая застава. Потому что вот у нас идет рыцарь Пентакли. Да, как бы в защиту. Ну, ясно, что он не пойдет в тюрьму. Скорее всего, эту заставу будет вносить. И искать в это время свои новые дороги. Потому что, видите, вот ему прям суд грозит. Будет искать новые дороги, новые пути. Как выйти из тупика. Ну, правда, в этот раз хуже дела у него. Видите, подвешенный он. Реально может подвиснуть, мои хорошие? Реально? И мне кажется, в этот раз ему реально грозит какой-то срок. Вот этот раз грозит и фактически. Понимаете? Так, ну, сразу скажу, что он пойдет по проторенной дорожке. Все равно будет искать варианты Пентакли. Кому вот Пентакли свои дать. Все-таки разрулить Пентакли. Большими Пентакли. Видите, по отшельнику. Только тут нужно же найти, кому разруливать, как разруливать. А сейчас в этот раз сложнее. Все сложнее. Смотрите, все сложнее. Десять, прям карты говорят. Видите, говорю, все сложнее. Десять жезлов. Ну, тяжело. Ага. Ну, вот видите, из прошлого люди обещают. Он на них надежду. Он на них то и сё. Мягко стелет. Вы ж мои родные. А, слушайте, вплоть до того, что он будет пытаться даже с императором вспоминать о каких-то отношениях прошлых с императором. То есть, я думаю, что он даже будет в этот раз на уровне Зеленского даже туда пытаться достучаться. Прям туда будет пытаться достучаться. Потому что дела действительно плохи. Все это время не было там какой-то особой связи. Нет, потому что он сам по себе был. А здесь, видимо, придется до того уровня подниматься и стучать в эти двери. В самые-самые двери стучать за какой-то помощью. А вы знаете, ну, пять пентаклей, мои хорошие. Будет он терять. И переживания у него большие. Вот в этот раз... Ну, давайте так. Я не скажу про прям тюрьму. Но пока, наверное, рано об этом говорить. Рано об этом говорить. Как бы вот, ну, не могу сказать. Но, судя по всему, на этот раз действительно неприятности более серьезные. И суммы будут больше. И такое ощущение, знаете, что там отдавай чуть ли не все на ЗСУ. Такое, да. Потому что, видите, придется ему даже стучать в самые высокие двери. А там никто не расположен ему помогать, судя по всему. Не расположен. А в самых высоких дверях скажут, давайте... Да. Не очень дела. Вот видите, опять вот он пробует договариваться, да? Поговорить, договориться вот с какими-то высокими, ясными людьми. А тут у него ты-ды-дын опять. Вот. Все. Вот. И разочарование, понимаете? Я тебя прошу. Я тебя прошу. Ну, помоги. Порешай вопрос. А там... Не могу, дорогой. Не могу. Видите, что творится? Не могу. Вот смотрите. Императрица. И видите, императрица под дьяволом. То есть тот, кто мог ему помогать, тот, кто разруливал его вопросы, под дьяволом. Ну, не могут. Все. Его вопросы подвис он. Все. У Коломойского дела плохи, мои хорошие. И все-таки пришло время больших поте для него. Ну, не скажу вам тут про тюрьму, вот и про всю Одессу. Но дела плохи, действительно. В этот раз так легко не отделается. Игорь Коломойский. Будет ли для тебя срок, тюремный срок? Смотрите, будет ли тюремный срок, знаете, вот 10 мечей? Ну, вот шо, мои хорошие. Ой, ну, Пентакли, видимо, много. Потому что все равно есть какой-то, видите, большой Пентакль. Такое ощущение, что придется все отдать. Вот знаете, вот в этом случае ты отдашь, разденем тебя до трусов. Знаете, вот совсем уже прямо, честное слово. Не очень времена настали для Игоря Коломойского. Не очень. Тяжело. Тяжело. Такой расклад. Такой расклад. А шо у него со здоровьем? Игорь Коломойский. Что у тебя со здоровьем? Игорь Коломойский. Что с твоим здоровьем? Коломойский. У Коломойского тоже, кстати, почки не ась. Ну, или что-то, или мочеполовая система. Кстати, по влюбленным у него тоже какая-то проблемка есть. И по сердечку тоже не очень. Кстати, у Коломойского не очень со здоровьем. И мочеполовая, и сердечно-сосудистая. И там, и там бьет. Ну, да. Тоже он какие-то препараты принимает, получает какие-то препараты. Вот, смотрите, жрица, видите? Что-то у него такое себе. Не лучшие, не лучшие в форме сейчас Коломойский. И тут на него навалилось. Ну, вот так вот. Так что перспективы не уйдут. То есть, как всегда, вот как всегда, порешать через тех же людей, как раньше, не получится. Даже стучать в самые высокие двери придется. Но там ему не помогут. Пятерка Пентакли. Не помогут им. Нет. Нет. Пока нет. Либо отдаст все. Да? Отдаст, компенсирует все. Вот что называется. Да? До трусов. Либо будет ему справедливость. Такие дела. Ну, такой расклад. Пока.